Приветствую всех вас, друзья! Пусть Божий шалом сойдет на вас там, где вы сейчас находитесь, там, где вы слушаете эту запись. Вот гудит сирена сейчас на улице, значит, что-то важное происходит. И послушайте, то есть, что я хочу поделиться. Вы знаете, мы уже больше 20 лет женаты, и все время снимаем разные квартиры. И вот у нас сейчас был очередной переезд на другую квартиру, и произошло интересное событие. То есть, как знамение, я получил через него откровение, которое мы хочу поделиться, вот в преддверии начала Нового года, когда есть время задуматься о прожитом, подумать о планах, которые бы хотелось бы сделать. что-то изменить в своей жизни. Так вот, может, возьмете вы на заметку это. И, знаете, во всех местах, где мы жили, это было несколько квартир, был и дом частный, везде было одно. Там был сервант. То есть, был сервант или стенка, вы понимаете, это прозрачные вот эти все дверцы. И вот мы заезжали, и, как правило, он стоял. И в советское время вот такие стенки, серванты, они считались признаком, ну, как достатка, состоятельности. И, конечно, это было в тему, это было актуально, это было модно, это было красиво. Там люди выставляли хрюсталь свой на показ, какую-то посуду, что-то такое ценное там лежало. И когда заходили в гости, люди смотрели и понимали, да, у людей все в порядке в жизни. И, конечно, каждая семья старалась иметь в своей квартире, в своем доме такой вот сервант с посудой, с какими-то статуэтками, вот с чем-то таким вот красивым. И когда мы заезжали, естественно, во всех местах был сервант, или была такая мебельная стенка с сервантом. И где-то даже люди оставляли уже этот хрюсталь свой, свои эти чашки красивые, посуду свою прямо сдавали с этим. Где-то они были пустые полностью, но в основном как бы были пустые полки. И что происходило, когда мы заезжали в эту квартиру, мы заполняли своим вот барахлом, своими вещами эти полочки. И везде, где мы переезжали, то есть, понимаете, когда ты переезжаешь, ты хочешь там вещи положить в шкаф, поэтому берешь с одного шкафа в квартире и перевозишь, и кладешь в другой шкаф, на другой квартире. Так вот то же самое происходило с сервантами. То есть все вещи, которые мы хранили в сервантах, то есть там могли быть какие-то статуэточки, часы, будильники, какая-то посуда, какие-то такие красивые-красивые сувениры, книжечки могли стоять. И все это перекочевывало с одного серванта в другой, то есть на новом месте, где мы находились. Так вот, сейчас у нас был этот переезд. Конечно, тяжелое время это было, было, но что-то произошло. Мы переехали в квартиру, и когда мы ее смотрели, то как-то я не обратил внимания, но в этой квартире не было серванта. То есть вообще нет серванта. Квартира такая немаленькая, но нет серванта, нет вот такой вот стенки с прозрачными полочками, куда можно было бы сложить. И мы столкнулись с проблемой, что все то, что у нас в серванте на старой квартире, а там было достаточно, ну вот в основном сувениры, то есть какие-то вещи бесполезные, непрактичные по большому счету. Что-то, что стоит, просто на него можно посмотреть, но мы это не используем. Я ездил в поездки, дарили какие-то вот статуэтки на память, какие-то, ну вот фигурки, что-то такое вот, сувениры. Я приезжал, ставил это в сервант и, в принципе, никогда больше не дотрагивался даже до этих вещей. Может быть, жена пыль протирала иногда. То есть это были вещи непрактичные, то есть мы ими не пользовались, они просто были как такой вот, ну, красивый, но все-таки бесполезный груз в жизни. Поэтому, когда вы хотите подарить какой-то подарок приезжему к вам, служителю, подарите ему что-то практичное, то есть, ну или финансы, что, наверное, самый практичный подарок, или что-то, чем можно пользоваться, что не будет просто пылиться на полке. Так вот, мы въехали в эту квартиру, и я понял, а нам некуда деть. Вот все то, что у нас в серванте. То есть мы же не положим это в шкаф с одеждой. Мы же не положим это в ванную комнату. Мы же не положим это в кухонный шкаф. То есть потому что в этом нет смысла. То есть все шкафы закрыты, их не видно, они не стеклянные. И оно будет мешать. То есть где одежда, ты будешь это цепляться за это, переворачивать. И я понял, что мы вот все то, что в серванте у нас, мы не берем на новое место жительства. Почему? Потому что здесь нет для этого места. Нет формы, которую бы можно было наполнить вот этим наполнением. И я все собрал это в большущую коробку и увез там, неважно куда. Я, конечно, не выбрасывал, но мы больше не живем с этим грузом. И когда это произошло, я понял, что Господь хочет что-то мне сказать. Я этим делюсь с вами. Очень просто. То есть что такое сервант? Сервант – это старое мышление. В Советском Союзе люди мыслили так, это было актуально, это было красиво, это было уместно. В современном обществе места серванту уже нет. Потому что современное общество очень практичное. То есть в это время, в котором мы живем, нужно иметь минимум мертвого груза и барахла для нас, как для верующих людей. Чтобы нам легко передвигаться, чтобы все вещи, которые мы имеем в своем доме, они были практичными. То есть их можно было использовать для пользы какой-то. То есть не было просто мертвого груза. И как раз таки переезды очень помогают избавиться от всего ненужного, от всего мертвого груза, который есть еще в жизни. И что есть сервант? Сервант – это старое мышление. Вы знаете, если бы на этой новой, хорошей квартире, современной, был бы сервант, мы бы его заполнили. Поэтому, друзья, пока наше мышление не изменено, куда бы нас не помести, мы его заполним старым барахлом. То есть если мы хотим изменений в жизни, нужно что? Выбросить сервант из своей жизни. Я не говорю сейчас о мебели. Хотя лучше избавьтесь, конечно же, от этой мебели. То есть время сервантов прошло. Нужно убирать это как пережиток прошлого. Старое мышление, вот просто очисти его, очисти сервант. И оно забьется. И что мы положим в сервант? Непрактичные вещи. Мы не положим туда одежду, мы не положим туда какие-то бытовые приборы. То есть то, что мы используем постоянно, потому что это неудобно. Оно стеклянное все. Это легко разбить. Там на этих стеклянных полочках много, ну то есть это опасно даже. И мы заполним серванты ненужным мертвым грузом. То есть красивым, но мертвым, непрактичным грузом. Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, изменить наполнение своей жизни, нужно изменить мышление. Нужно убрать из своей жизни старые стереотипы мышления. И когда мы въехали в эту квартиру, мы поняли, что здесь люди, которые ее уже дизайнеры проектировали и делали, у них уже было другое мышление. И поэтому здесь не нашлось места сервантам и мебельным этим стенкам с прозрачными дверцами и полочками. И я возрадовался. Вначале я огорчился. Я думал, ну куда же мне теперь это все деть? Но сейчас я понимаю, мы это переживем один раз, и наша жизнь полегчает еще на несколько десятков килограмм ненужного груза. Точно так же в духовном измерении. Если вы хотите практичных, то есть откровений от Бога, которые будут работать в вашей жизни постоянно. Вы знаете, вот я собираю часы. Вы могли видеть, что у меня есть разные часы. И есть разные вот увлечения у людей. Кто-то собирает марки, кто-то собирает какие-то пробки, кто-то собирает банки из-под Кока-Колы. То есть, ну вот есть. И что мне нравится в часах, что это практичное, практичное хобби. То есть, я могу встать и одеть часы, и использовать то, что, ну, использовать их по практическому назначению. То есть, это не просто красивый, бесполезный, мертвый груз. Ничего не имею против марок, кто собирает, собирайте. Но марка, это, ну что в ней? Вот ты посмотрел на нее и закрыл. Это хотя бы приносит какую-то мне ежедневную, практическую пользу. Поэтому я могу всегда кого-то благословить часами, это будет в тему, потому что, когда ты придешь и тебе кто-то подарит марки, ну, такое себе, да, такой себе подарок. Вот, это откровение, делюсь, я получил, я возрадовался, наша жизнь обновилась, поэтому вместилище, вместилище обязательно наполнится. И все зависит от того, каково вместилище. Если мы, если вы меняете свое мышление, то оно будет наполняться соответствующим наполнением. Поэтому делайте эти шаги веры и практические, и духовные. Избавляйтесь от старых стереотипов, от старых пережитков. Пусть откровения в вашей жизни собираются не мертвые откровения какие-то, которые вообще не работают и они не в вашей жизни повседневно не приносят никакой пользы. Пусть ваша жизнь наполняется откровениями, которыми вы будете пользоваться каждый день, и они будут доставлять вам практическую пользу и радость от использования. Но я надеюсь, что я смог донести это понимание, то есть убирайте все лишнее. Не знаю, вот этот год столько было посланий именно в эту тему «Избавляйтесь от старья, избавляйтесь от хлама». Но это как завершающее послание, что если мы очистим сервант, но сервант останется, он по-любому, по-чуть-чуть, постепенно заполнится опять же ненужным хламом, мертвым грузом и барахлом разным. Поэтому заполняй, убирайте вот эту форму мышления, образ мышления, неправильные. Иначе все эти чистки, они на время, вы опять забьете эти ящики тем же самым, просто другим барахлом. Вот такое вот послание вам в следующий год. Всех люблю вас, стараюсь любить, благодарю Бога за всех, кто писал все теплые, поддерживающие, ободряющие слова в комментариях. Это действительно нужно и важно это поддерживать, потому что мы люди не только такие, мы духи, да эти духи мне все равно. Есть и душа, душа тоже иногда, но ей тяжело. И слава Богу за всех, кто писал свое несогласие, тоже это оттачивает где-то, заставляет задуматься, но хамов удел в черном списке, никуда не денутся эти хамы, хамов тоже хватает и они отправляются в черный список. В конце скажу такую, ну просто может быть вам на заметку. Как-то мне пишет один человек, передайте Деборе, чтобы она меня разблокировала, а то она, да, да, это ты передай это ей. Я читаю этот комментарий, я думаю, понял, вообще не знаю, кто это за человек, но понял, есть ли Дебора, заблокировала, и он с такой вот этой ты там давай, передай. Я про себя подумал, спасибо, что обозначились и заблокировал его тоже. Поэтому нечего тратить время на вот таких вот персонажей. Всем вам божьих благ, мудрости, проницательности, здравого смысла, благости, милости и истины его. Пусть все это умножается в вашей жизни. Увидимся уже в следующем году. Верю, что если воля Божья и живы будем, будем продолжать делиться теми вещами, что Господь дает. И я очень рад слышать, что то, что Бог дает нам здесь, в Крыму, служит его телу по всему лицу земли. Аминь. Аминь. тихо. Тихо.